Алина Ланская Красивый, богатый, женатый Глава первая Ну, девочка, ты влипла. На меня прёт огромный шкаф с лицом бультерьера, в чёрном костюме стоимостью, как моя зарплата за полгода. Натурой будешь расплачиваться. Машинально опускаю глаза на грудь. В свои 22 года я так и не добралась до полноценного второго размера. Удерживаю себя от желания оглянуться через плечо. Знаю, что попа тоже не отросла за те полчаса, что я не смотрела на себя в зеркало. Поэтому уверенно мотаю головой шкафу. Моей натуры не хватит на то, чтобы даже царапину замазать на этой тачке. Так что не обольщайтесь. Чего? Шкафа, видимо, заклинила на пару мгновений. «Да ты вообще понимаешь, рыжая, сколько стоит этот Мерс?» Я не достаю даже до плеча Амбала. Ну, а в его дорогущий костюм поместится, наверное, пять таких, как я. Но страха нет. Ничего он мне не сделает. Мы в самом центре города. Середина дня. Вокруг снуют десятки людей. Оживленная трасса рядом. Солидное здание прямо перед глазами. Напротив этого бизнес-центра моя малышка-микро и поцеловалась с тачкой шкафа. Почти поцеловалась. Мужчина загораживает с собой машину, но я аккуратно обхожу его и, наконец, вижу Мерс. «Это не просто Мерс». Восторженно выдыхаю, не веря собственным глазам. «Это новый Майбах С-350. Почти 500 лошадей». Не знала, что он уже появился у нас в городе. «Да, только вчера доставили. По индивидуальному заказу». Шкаф растерянно чешет бритый затылок. «Ты типа разбираешься?» «Ага. Медленно обхожу чёрного красавца. Мощная машина. И она точно стоит каждого потраченного на неё миллиона». «И ты её зацепила, детка». Шкаф снова подходит ближе, совершенно не замечая за своей спиной трёх машин, которым мы мешаем проехать. «Так что платить придётся. И на твою натуру я согласен». Довольная ухмылка делает его скулы ещё шире. Я вздохнула. Через полчаса начинается детский праздник, на котором мы с Наташкой выступаем. «Так что со шкафом моего Майбахом пора прощаться». Бросаю взгляд на достояние немецкого автопрома, а потом поворачиваю голову к амбалу. «Значит так. Столкновения не было. Я вовремя затормозила, когда вы меня подрезали. Где вмятина или хотя бы царапина?» «Баба за рулём её ещё учить вздумала». Шкаф медленно наклоняется, приближая свою разъярённую физиономию к моему лицу. «Да я тебя закопаю, поняла?» Ему в спину уже начали гудеть. Самый нетерпеливый водила, худощавый парень в синей футболке даже открыл дверь своей камре. «Я ни в чём не виновата. Прямо смотрю в его злобные глаза. И вообще мне пора». Подныриваю под руку Верзилы. Он не сразу понимает, в чём дело, когда оборачивается я почти у своей малышки. Ещё пять минут, и я точно опоздаю. Шеф будет в ярости. Не каждый день в наше агентство обращается сам вице-мэр, чтобы отпраздновать день рождения своей дочери. Не так быстро, Рыжик. Шкаф успевает ухватить меня за плечо, когда я уже собираюсь запрыгнуть в микро. «Я с тобой ещё не закончил». Вот сейчас в одно мгновение становится страшновато. По спине даже холодок пропишал. Хватка у Громилы железная. Ему, похоже, и правда плевать, что я его совсем не задела. Прижимает меня к двери машина, не давая даже вздохнуть нормально. Хана мне. «Юра, отойди от девушки». Незнакомый мужской голос, спокойный и без нажима, творит настоящее волшебство. Шкаф с неожиданной лёгкостью отпрыгивает метра эдак на полтора. Сразу стало чем дышать. Я радостно вбираю в себя летний тёплый воздух и смотрю на своего спасителя. Ему едва ли больше тридцати. Черты лица правильные, но чуть рисковатые. Не мягкие, хищные. На идеально выбритом лице застыл ледяной взгляд. Я поёжилась и даже посочувствовала шкафу. «Босс, да я... Она машину вашу чуть не протаранила». Шкаф будто бы даже зрительно уменьшился в размерах. Виновато смотрит на мужчину, нервно пряча руки за спиной. Они примерно одного роста, но незнакомец намного стройнее. Про него не скажешь, что шкаф или верзила. И костюм на нём сидит, как на модели из глянцевого журнала. Наверняка тоже индивидуальный заказ, как и Майбах. Да и характер явно тоже особый. Не зря так шкаф задёргался. Мне самой в присутствии спасителя захотелось расправить плечи и вытянуться в струнку. Рука тянется к растрепавшимся на ветру волосам. «Ты подрезал её». Чеканит мой спаситель тоном, с которым лучше не спорить. От безукоризненной белизны его рубашки глаза чуть слепит. К тому же заехал под кирпич. Окна моей приёмной выходят на эту дорогу. Поехали, мы опаздываем. В шкаф Юра молча бросается к Майбаху. Провожаю его взглядом, не до конца веря, что больше этого хама не увижу. Сглатываю волнение, которое почему-то лишь усиливается от того, что мы с незнакомцем остаёмся одни. Он не торопится за своим водителем. Изучающе рассматривает меня, заставляя чувствовать себя неловко. «Спасибо, что помогли». В конце концов выдавливаю я, рассматривая его тёмно-синий галстук. Поднять взгляд выше от чего-то не получается. Не за что. Он делает шаг ко мне. «Всё в порядке, Петра? Вас ведь так зовут?» «Мы разве знакомы?» Вот тут уже, не стесняясь, во все глаза смотрю на хозяина Майбаха. «Я бы точно запомнила. У меня отличная память на лица». «У меня тоже», — без тени улыбки произносит он. «Нет, мы не знакомы. Но до того, как увидеть из окна эту перепалку, я осмотрел презентацию вашего ивентагентства. У вас очень запоминающееся имя, Петра. Такое не забудешь». «Ого, вот это совпадение. Наверное, корпоратив будете заказывать, да? У нас отличная команда, очень профессиональная». «Не сомневаюсь». Всё так же спокойно отвечает спаситель, чуть остужая мой энтузиазм. Я снова неловко себя чувствую под его внимательным взглядом. И если уж честно, то мне как-то спокойнее, когда меня рассматривают такие вот любители натуры, как шкаф Юра. С ним хоть понятно, как себя вести, не то что с его боссом. А он почему-то не уходит. Продолжает молча смотреть на меня, хотя сам сказал, что торопится, и водитель поди его заждался. Кстати, так же, как и Юра, совершенно не обращает внимания на возмущённый визг машин. Кто-то совсем нетерпеливый и уже в объезд трянулся. «Ну, вспоминаю наконец, что мне давно пора быть в детском центре. Раз всё нормально и претензий нет ни у кого, то я поеду». Зелёные глаза на красивом лице холодно блеснули. «До встречи, Петра!» Чуть заметно кивает, отворачивается и идёт к своему майбаху. Я быстренько ныряю в родную микру, включаю зажигание и трогаюсь с места. Слева через стёкла двух машин ловлю хмурый взгляд шкафа. «Да ладно тебе, забыли уже. Ну, а если тебе от босса достанется, так ты сам его себе выбрал. Не крепостное право». Через несколько секунд майбах скрывается из виду, и я вслед за ним выжимаю педаль газа. Лучше я штраф за превышение заплачу, чем работы лишусь. Когда-то я мечтала стать профессиональной танцовщицей. Десять лет поучилась в школе искусств, легко поступила в хореографическое училище, но в конце первого курса прямо на экзамене сорвала спину. Жизнь круто изменилась. Но после долгих слёз в подушку и прощания с мечтой, выход я нашла. А точнее, Наташка мне предложила идти к ней в Институт физкультуры на спортивный менеджмент. Я так и сделала, и ни разу не пожалела. Учиться было весело. Осталось через месяц защитить диплом, и всё. Шеф, кстати, обещал поднять зарплату, когда я корочку принесу. На дороге машин немало, а я опаздываю. Не люблю играть в шашечки, а придётся. Обгоняю аккуратно, с включенным поворотником, никого особо не подрезаю. Мы с Наташкой выступаем первыми, что называется на разогреве. И если я не успею... За спиной раздаётся возмущённый рёв, разом перекрывший музыку в салоне. Я даже вздрагиваю от неожиданности. Гляжу в зеркало и вижу респектабельную физиономию Майбаха. Ух ты, я шкафа обогнала. Ну, прости, Юра. А он как чувствует, что я о нём думаю? Ещё и в фарме мне матюки шлёт. Поеду-ка я от тебя, такого нервного, подальше. Успеваю быстро перестроиться вправо, потом ещё правее, в самый крайний ряд. И снова слышу вой. Но теперь не от Майбаха, а от тёмно-синей камри. И не мне гудят, а шкафу, который зачем-то погнался за мной. Резко ухожу влево. Расстояние между машинами совсем маленькое. Только такая малышка, как моя микро, и может вписаться. Проскакиваю вперёд на мигающей жёлтой. Уф, успела. Не могу не оглянуться. Да, Майбах застрял на светофоре. Пусть шкаф научится водить сначала как следует, а потом обзывается. Баба за рулём. Тоже мне шумахер нашёлся. И ещё, мне кажется, влетит Юрия от босса за шашечки. Если уже не влетела. На парковке перед центром есть свободные места. Специально для тех, кто обслуживает сегодняшний праздник. Спасибо шефу. Петрик, ну ты где? Наташка шипит в трубку, когда я бегу к служебному входу. Мы начинаем. Капец, прикрой меня. Ору ей в ответ, перепрыгивая через две ступеньки. Попроси Светку потанцевать феей десять минут. Я её клоуном потом отработаю. Подруга продолжает ругаться, а я уже влетаю в узкий коридор. В самом дальнем его углу нам выделили целых три коморки гримерные. Наташка такая же невысокая, как я, но с более богатой натурой стоит в дверях. Ну ты везло, подруга. Проталкивает меня в коморку и быстро начинает стягивать с меня кофту, а затем и топ. Шеф только что отбой дал. Сказал, пока не выходить. Гости ещё не все подъехали. У нас есть целых пять минут. Наша принцесса-именинница истерику закатила, потому что её будущий муж до сих пор не прибыл. Вице-мэр с мамой и вице-мэршей и нашим шефом лезгинку вокруг ребёнка танцуют. Триада практически. Чего? Втискиваюсь в воздушное, но очень узкое платье феи. Какой муж? Девочке же пять лет всего. Да кто ж её знает-то? Наташка аккуратно тянет вверх молнию на моей спине. У богатых свои причуды. Надевай быстро парик. Я сейчас тебя накрашу. Закрываю глаза и отдаюсь в руки любимой подруги. Ну и денёк намечается. Девчонки! В коморке появляется Светка в образе клоуна-неваляшки. Чего телефон не берёте? Ваш выход. Быстро! Три ступеньки вниз, и мы у заднего входа в огромный зал. У прикрытых дверей толпятся все наши. А в гости к нашей прекрасной Эмили и её друзьям прилетели две самые настоящие феи. Чёрт! Наташа от ужаса округляет глаза. Крылья! Крылья тебе приделать забыли. Но двери уже открываются, и... И я вижу в самом центре большого стола малышку-именинницу. В кипенно-белом платьице, уютно устроившуюся на коленях, хозяина Майбаха. Зелёные глаза хищно прищурились. Крылья! Крылья! Продолжение следует...